Привет, друзья! Это будет выпуск из Санкт-Петербурга. Мы приехали в гости к внуку Ива Роше. Это основатель компании Ив Роше, у которой сейчас 15 тысяч сотрудников по всему миру. Только в России у них больше 300 магазинов или 400 уже, короче, дохренища. В общем, возьмем у него интервью, узнаем, как создать мировую компанию, как сделать мировой бренд. Короче, ребята, смотрим выпуск до конца. Это будет чисто бизнесовый предпринимательский выпуск из Санкт-Петербурга. На какие страны похожи Россия? Все истории очень позитивные. Я бы вам рекомендовал быстренько его продать. Вы перестали бы заниматься Ив Роше? Да, я устал уже. Друзья, у нас сегодня очень-очень сильный, мощный гость. Его зовут Брис Роше. Это внук основателя компании Ив Роше. Он приехал сюда в Россию, тут бывает крайне редко. Это очень ценное интервью. Брис, спасибо большое, что уделили нам время. Компания Ив Роше была вторым европейским брендом, который зашел в Россию. Сейчас это первая монобрендовая парфюмерно-косметическая сеть в России. Но при этом в России есть такое мнение, что бизнес делать очень сложно. Почему вы здесь сейчас находитесь? Почему такое внимание России? Вы знаете, в мире нет простых рынков. Каждый рынок сложен по-своему, но такого, чтобы рынок прям был простой, по-моему, такого не существует. Почему российский рынок? Вы знаете, ну, решал я не в одиночку. Как вам известно, Ив Роше – это семейный бизнес. И в 1991 году, когда компания Ив Роше пришла в Россию, компанией руководил мой отец. К сожалению, он сейчас не с нами и не может рассказать, чем он руководствовался. Но я считаю, что он пришел и привел марку на российский рынок, как раз потому, что хотел быть первым, хотел открыть этот рынок. Мы в семье считаем, что первопроходцам всегда полагается определенный бонус. Всегда у первопроходцев, у первых, приходящих на рынок, больше перспектив и больше шансов на успех. Поэтому необходимо нарастить успех и удерживать эту дистанцию, выстраивать работу на рынке на длительную перспективу, несмотря на разнообразные кризисы, которые могут случаться. Подобные кризисные времена мы переживали вместе с вашей страной в конце 90-х годов. Тогда было принято решение не останавливать инвестиции, продолжать активно развивать компанию в России. И, как показало время, это решение было верным. И сегодня я приехал в Россию, в Санкт-Петербург, чтобы торжественно открыть 400-й магазин марки «Инфраше» в России. Это открытие в очередной раз подчеркивает и подтверждает долговременность наших инвестиций в страну, которые мы продолжаем из года в год. Мы очень гордимся тем, что смогли построить в России такую существенную, значимую сеть. Если сравнивать Россию с другими рынками, какие особенности, какие плюсы, какие минусы? Среди преимуществ российского рынка я бы отметил общую историю и очень схожие культуры России и Франции. Также я хотел бы отметить своеобразный предпринимательский дух россиян. Это, возможно, один из залогов нашего успеха в стране. Как вы знаете, мы развиваем нашу сеть не только самостоятельно, но также в сотрудничестве с нашими партнерами. Чей предпринимательский дух, чьи усилия, чья работа позволяют нам так успешно развиваться на российском рынке. Что же касается недостатков или сложности ведения бизнеса в России, я бы, наверное, отметил валютные колебания. Это довольно сложный вызов, но до настоящего времени нам удается с этим совладать. И я бы не сказал, что это исключительно российская характеристика. Так бывает и в других странах. Это часть бизнеса, часть рисков. На какие страны похожа Россия, если посмотреть мир? Те, кто сделал уже бизнес в России, те, кто нас смотрит, они, наверное, думают, куда нам дальше идти, в какие страны, где схожий менталитет, где люди так же думают, как и в России, какие похожи наоборот. Если есть желание развивать бизнес за рубежом, я думаю, стоит начать с какого-то рынка, который был бы близок к вашему собственному. Близость может быть разной. Может быть географическая близость, может быть культурное сходство, языковая близость. Также не стоит забывать о таком факторе, как часовые пояса. Существенная часовая разница значительно усложняет ведения бизнеса. Допустим, работать из Франции, из Калифорнии или с Японией крайне сложно. У нас в России внутри одной страны плюс-минус 12 часов, поэтому нам это знакомо. Да, у нас компания, которая, если ты открываешься в Москве, то у тебя остается 2 часа на то, чтобы поговорить или даже 1 час поговорить с Владивостокским офисом. Вы сказали, что вы ходите на американский рынок. Какие приоритеты? Насколько я понимаю, судя по количеству магазинов, то, что сейчас открывается 400 магазин в России, это один из приоритетов. Какие еще приоритеты? Какие другие рынки? Мы активно развиваем деятельность компании в Юго-Восточной Азии. От Вьетнама до Бирмы, включая Индонезию и Филиппины. Как вы знаете, в этом регионе проживает полмиллиарда человек. Это очень важный географический приоритет для развития марки в настоящий момент. Второй приоритет, и в этой области мы снова среди первых, когда это было в России, это африканский континент. В прошлом году мы преодолели уровень в 150 отдельно стоящих магазинов в этом регионе. И мы будем развиваться дальше. Всегда интересны такие курьезные случаи или какие-то проблемы, сложности. Вы столкнулись с какими-то ситуациями, которые вы просто не могли предположить заранее. И как вы из этого выходили, из этих ситуаций? Ну, обычно совсем не ждем ничего. Совсем не ждем того, что у нас ничего не получится. Такого не бывало. В России первый магазин, как вы помните, мы открыли в 1991 году. Да, понадобилось время для того, чтобы начать довольно бурный, активный рост в стране. И лишь в начале 2000-х годов мы смогли активнее развиваться. Но с 2003 по 2005 развитие достигло такого уровня, что российский рынок вышел на второе место по значимости внутри марки. Вот этого мы не ожидали. Это был сюрприз, но приятный сюрприз. Другой пример, который пришел мне в голову, это Турция. Начинали работать мы в Турции с партнером, который для начала открыл порядка 15 или 20 магазинов. Время шло, бизнес развивался. Со временем мы выкупили магазины этого партнера. И сейчас в Турции у нас уже больше 200 бутиков. Так вот, если бы тогда, на момент покупки предприятия нашего партнера, мне бы сказали, что у нас будет больше 200 магазинов в Турции, я бы никогда не поверил. Сейчас их уже больше 200, а будет еще больше. Все истории очень позитивные. Я знаю, что предприниматели очень много ошибок совершают. Может быть, вспомните какое-то, что вы сделали. Может быть, вы лично приехали в какую-то страну и не ожидали что-то увидеть. Или вы открыли какие-то сложности, наоборот, с которыми вы сталкивались. Да, конечно, не обходится и без неудач. Так у марки не все получилось в Соединенных Штатах Америки. Думаю, что значительную роль сыграли существенные культурные отличия между нашими странами. Наша модель бизнеса и модель продвижения, возможно, не была подстроена под местный рынок. Ну и также стоит отметить, что мы пришли поздно. Мы практически пришли уже после основной драки. Рынок уже был насыщен, конкуренция была очень сильна. Это также, несомненно, сыграло свою роль. У вас уже 400 магазинов. Что дальше? Какие планы на ближайшие 5 лет в России? В первую очередь я хочу сказать, что мы не закончили с развитием нашей сети бутиков. Да, их уже 400, но мы ставим перед собой амбициозную цель довести это количество до 500. То есть нам предстоит открыть еще ни много ни мало 100 магазинов. И второй наш, скажем, стратегический приоритет в России – это усиление канала интернет-продаж, который, на наш взгляд, является очень существенным фактором для будущего бизнеса. Все очень любят такие чит-коды. Можете вы выделить три чит-кода, как управлять такой большой компанией? Сложно представить. 4000 магазинов, за что браться сегодня, завтра? Вот какие-то чит-коды ваши личные. Ну, в первую очередь, хотел бы сказать, что для бизнеса жизненно необходимо всегда расти, всегда развиваться, всегда прогрессировать. Для этого необходимо выходить из зоны своего комфорта. А для того, чтобы покинуть зону комфорта, необходимо проявить своеобразную смелость, отвагу и заставить себя двигаться вперед. Второе очень важное условие, на мой взгляд, это оставаться открытым для мира. Слушать и слышать мир. Постоянно отслеживать новые тенденции. Мир сейчас меняется очень быстро. И для того, чтобы построить бизнес-модель жизнеспособную на ближайшие 10 лет, необходимо быть очень чутким и отслеживать все изменения этого меняющегося мира. И еще очень важный момент заключается в дисциплине. Когда у вас что-то есть, этим нужно дорожить, это нужно ценить и это нужно сохранять. Необходимо стремиться к совершенству в том, что вы делаете каждый день. Это очень сложно. Но без этого вы просто нападите какое-то количество бизнесов, которые не будут связаны друг между другом и у которых, скорее всего, не будет будущего. Если вы хотите чит-коды, это смелость, открытость и дисциплина. Я знаю, что вы считаете, что будущее за так называемыми лав-брендами. Расскажите, что это такое и почему за этим будущее? Да, я разделяю эту концепцию. Ее придумал не я. Автор концепции – это очень известный крупный руководитель, бывший президент компании Саачи Саачи. Если рассказать коротко, то концепция лав-бренда заключается в том, чтобы сочетать рациональную и эмоциональную составляющую, или, проще сказать, уважение и любовь. И для меня лав-бренд – это такой своеобразный стиль жизни, лав-стайл. Это больше, чем просто продукт. Чтобы объяснить вам, я расскажу, наверное, чуть более подробно. Согласно этой концепции, существует четыре типа брендов. Первый тип бренда – это бренд, у которого мал уровень уважения и мал уровень любви. Речь идет о таких простых продуктах, как, например, соль, железо, песок. Здесь как бы все понятно. Второй тип брендов – это бренды, которые генерируют много любви, но не имеют уважения. Речь идет скорее о каких-то модных движениях, об эфемерных брендах, которые не генерируют уважения, основаны лишь на сильном эмоциональном посыле и немедленном желании приобрести что-то. Но в отсутствии уважения такие бренды не могут жить долго. Третий тип брендов – это так называемые бренды доверия. Это бренды, которые основаны на сильном доверии потребителей, но не генерируют достаточно сильного эмоционального посыла. Это, как правило, сильные, стабильные, развитые бренды, но им не хватает эмоций, не хватает того желания, которое должен испытывать потребитель. Четвертый тип – это как раз лав-бренды, основанные на сильных эмоциях, сильной любви, сильном уважении. Чтобы привести пример, скажу вам, что классический для меня бренд доверия – это Microsoft. Да, это стабильная, огромная, устойчивая компания, производящая качественный, надежный продукт. Но Microsoft не генерирует эмоций. В противоположность этой компании, Apple производит качественный, устойчивый, надежный продукт, но одновременно генерирует сильный эмоциональный посыл. Покупая продукцию Apple, вы становитесь членом семьи, членом особого сообщества. Это бренды, которые генерируют запредельную лояльность потребителей. Как раз они-то и называются лав-бренды. Теперь поговорим о марке Ифроше. Что касается нашей рациональной составляющей, той основы, которая генерирует уважение и доверие наших потребителей. Мы смогли построить крупную компанию, успешную компанию с достойными продуктами. Мы стали одними из лидеров на рынке растительной косметики. Производим качественно эффективные продукты на 100% состоящие из растительных ингредиентов. Сохраняем доступный ценовой уровень. В качестве примера скажу вам, что мы приняли на себя значительные обязательства в области экологической ответственности бизнеса. Так, например, мы принимаем обязательства не использовать на 300 наименований химических ингредиентов больше, чем это запрещает европейское законодательство при производстве косметической продукции. Мы реализуем программу «О зеленим планету вместе», в рамках которой мы приняли обязательство высадить по всему миру 100 миллионов деревьев. Мы реализуем программу «Земля женщин», цель которой поощрять женщин, стремящихся изменить этот мир, сделать планету лучше, усилить экологическую ответственность во всем мире. Несмотря на все эти обязательства, мы сохраняем доступный ценовой уровень нашей качественной и эффективной продукции. Это наша рациональная составляющая. Это то, чем мы достигаем уважения и доверия потребителей. Теперь об эмоциях. С самого начала своей деятельности, своей жизни, наша марка, наш бренд ввел экологически ответственный бизнес. Мы являемся брендом, предлагающим настоящий стиль жизни, а не только обычные продукты. Например, в Лягасии, это местечко, где зародилась марка, мы построили эко-отель. Перед тем, как начать строительные работы, мы пригласили специального аудитора из экологической организации, который провел аудит местности. Скажу вам так, там не было ничего. Мы провели аудит, переписали все, что там было, и после того, как строительные работы были завершены, провели повторный аудит. Мы, конечно, старались, но все равно были удивлены. Биологическое разнообразие местной не только не пострадало, но мы даже зафиксировали увеличение количества видов животного и растительного мира, которые были отмечены в результате повторного аудита. Мы стремимся создавать ценности, сохраняя мир, а не вредя ему. А вы сами сажаете деревья? Ну, вы знаете, у меня есть два подтвержденных факта посадки дерева. У нас в семье традиция. Мы сажаем дерево, когда рождается ребенок. У меня двое детей, поэтому как минимум два дерева я уж точно посадил. Как вы понимаете, эта традиция началась не вчера, и у меня тоже есть мое дерево, которое было посажено, когда я родился. Так и у моих двух детей, у каждого есть свое дерево. Ну и, конечно, я регулярно участвую в акциях по высадке деревьев в рамках реализации программы «Зеленную планету» вместе. Как вы считаете, формировать миссию компании стоит в самом начале? Или в начале нужно как-то начать, что-то сделать, а потом уже закладывать ценности? Или лучше наоборот? Если вы хотите построить надежный, долговечный бизнес, об этом, о миссии нужно думать с самого начала. Этого не требуется для того, чтобы запустить бизнес. Можно замечательно построить бизнес и даже не думая о никакой миссии. Но в этом случае я бы вам рекомендовал после развития быстренько его продать, поскольку бизнес без миссии долго жить не будет. Нужно думать о том, для чего компания, для чего существует, для чего растет. Это позволит вам мотивировать вашу команду, сделать сотрудников адептами одной и той же задачи, объединить их общей целью. Это станет своеобразным движением. Это практически политика уже. Если сейчас зайти в магазин, скажет ли сотрудник, продавец эту миссию? Знаете, сейчас у нас уже больше 18 тысяч сотрудников. Сказать, что я уверен на 100%, что любой из сотрудников сразу правильно ответит, что такое миссия компании, нет, наверное, не скажу. Всегда есть новички, которые только пришли, которые не прошли еще соответствующий курс обучения. Но я знаю, как сделать так, чтобы большинство, абсолютно большинство сотрудников знали и разделяли нашу миссию. В первую очередь, нужно самому переживать эту миссию, самому пропускать ее через себя, проживать ее каждый день. И, естественно, нужно воплощать ее в реальных делах, например, в наших продуктах. Допустим, приведу пример. В прошлом году Марк запустила новинку – концентрированный гель душ. Благодаря своему концентрированному составу, одной капли этого геля для душа достаточно, чтобы полностью помыться. Этот инновационный продукт дает вам тоже удовольствие, но в гораздо более компактном объеме. Это экономия на составляющих, экономия на пластике, которая, в свою очередь, позволяет нам меньше выбрасывать в атмосферу парниковых газов при производстве той же упаковки. Ребята, у нас новая рубрика «Интервью из автомобиля». Борис, скажите, пожалуйста, вы сейчас базируетесь в маленьком городке, в котором всего, по-моему, 17 квадратных километров площадь. Как вы находите там сотрудников в своей штаб-квартире? Почему вы не переезжаете, например, в Париж или в какой-то другой крупный город? На самом деле, не все сотрудники живут в самом городе. Есть те, кто приезжают из близлежащих населенных пунктов. На самом деле, важно не количество сотрудников, а важно то, что это колыбель, маркет, это место, куда уходят наши корни. Как вы знаете, посадив дерево, необходимо ухаживать за его корнями, необходимо беречь их. И мы продолжаем постоянно инвестировать в эту, скажу прямо, деревню, которая расширяется, крепче становится лучше год от года. Мы ухаживаем и бережем свои корни. Сколько сейчас работает в компании, вот именно в штаб-квартире, сколько людей? Ну, вы знаете, конкретно по Ля Гесси, по нашему офису, я не скажу, у меня не помню сейчас данные. Но могу сказать, что по всей Британии, Британия – это французская провинция на севере, у нас работает порядка 4 тысяч человек. Я знаю, что в Европе часто в компаниях работает вся семья, родственники, друзья и так далее. Так ли это? И вот топ-менеджеры компании, какая часть из них – это те, кто были в таком близком кругу? В Европе большая, все бывает по-разному. Где-то работают все члены семьи в одной компании, где-то нет. Что же касается марки нашей, то 100% капитала марки, 100% акций принадлежит семье. И так, все члены семьи являются акционерами бренда, акционерами компании, и некоторые члены семьи работают в компании. Что важнее, если поставить на чашу весов – это преданность марке или это профессионализм внешнего привлеченного сотрудника? Я думаю, что важны оба. Да, без сомнения, необходимо уметь выращивать собственные таланты, помогать сотрудникам расти и становиться профессионалами более высокого уровня. Но это не должно вам мешать в случае необходимости иметь возможность привнести свежую кровь, новые мысли в компанию, нанять сотрудника из вне. В детстве вы для себя видели какую-то другую работу, не бизнес отца и деда, а какое-то другое направление? Ну, вы знаете, когда я был молодым, как и многие, я вообще не хотел работать в бизнесе, я хотел заниматься музыкой. И я принял решение все-таки работать в компании в возрасте 16 лет, когда, к сожалению, мой отец покинул нас. Я сделал это, естественно, и под долгу крови, поскольку мой дед руководил компанией, затем мой отец руководил компанией, пришла моя очередь. Но я сделал это также и из-за любопытства. Я видел, насколько мой отец увлечен этой работой, насколько он вовлечен в жизнь компании. И мне захотелось понять, почему. А вот сейчас бывают такие моменты, когда все надоедает, и вы думаете, может быть, заняться чем-то другим? Может быть, музыкой опять же? Нет. Я продолжаю. Музыкой иногда занимаюсь с детьми, но компания теперь не часть моей жизни, это моя жизнь. Я полностью увлечен в твою работу. Скажите, а как вы выбираете, чем заняться каждый следующий день? Вот ваш график на день как формируется? У меня замечательный ассистент. Она все делает. Мой, на самом деле, график – это просто кошмар. А если поставить вот топ-3 приоритета, и прям первое самое важное, второе и третье, что делает собственник компании? Вот на вашем примере. Ну, в первую очередь, хотел бы сказать, что очень важно быть в состоянии немножечко отойти от проблемы, посмотреть на нее со стороны. Это очень важно, чтобы принять правильные решения в постоянно меняющемся мире. Необходимо создать хорошую управленческую структуру, которая позволит вам реализовывать ваши стратегические задачи, стратегические идеи. И третий приоритет – это суметь создать своеобразную корпоративную культуру, такую систему ценностей, которая позволит вовлечь всех сотрудников и сделать их единым организмом. И я добавил бы еще четвертый пункт, который не менее важен, чем три предыдущих – это найти в себе силы и быть дисциплинированным для того, чтобы реализовывать те три пункта, о которых я то что сказал. Как вы находите в себе эту энергию, мотивацию? Зачем каждый день перелеты, новые дела? Зачем все это? Ну, на самом деле, силы-то я пытаюсь найти, но не всегда нахожу. Да, я устал уже. Но вы знаете, что помогает? Помогает увлеченность. Я на самом деле увлечен тем, что делаю. Это дает мне силы просыпаться утром. Это заставляет меня хотеть проснуться следующим утром, чтобы делать что-то новое. А если представить себе, что сейчас вот вы перестали бы заниматься и фраше, что бы вы делали прям завтра? Возможно, я занялся бы инвестициями в стартапы. И в этом случае я бы основной упор делал на те стартапы, которые, на мой взгляд, смогут изменить мир к лучшему. Самый популярный вопрос от ребят, которые сейчас еще не занимаются ничем, они вот ждут, ищут что-то, какие-то идеи. Это как заработать первые, ну, если в России это 100 тысяч рублей, то возьмем, например, 10 тысяч долларов? Работать, работать и еще раз работать. В какую область податься? Нужно спросить себя, в чем моя страсть, что меня увлекает? Если вы увлечены чем-то, вы постоянно будете интересоваться тем, что происходит в этой области, в этой профессии, возможно, сужение. Это позволит вам не устареть. Второй вопрос, который себе нужно задать, то, чем я хочу заниматься, может ли это приносить деньги? В противном случае долго этим заниматься не сможете. И третий вопрос, который я задал бы себе на месте начинающего предпринимателя, буду ли я получать удовольствие от этой работы? Сейчас есть очень большой такой хайп, очень большой тренд, это криптовалюта. Как вы вообще к этому относитесь? Что вы думаете по поводу ее, может быть, сами инвестировать? Вы знаете, даже боюсь что-то сказать, вообще ничего в этом сейчас не понимаю. А вы знаете, я пытаюсь все-таки не связываться с тем, чего не понимаю. Изменит мир будущего не сама криптовалюта, изменит мир будущего. Блокчейн. Это новый способ взаимодействовать в мире будущего. Вы не думали как-то использовать технологии блокчейн в своем бизнесе или в каких-то смежных областях? Я сейчас стараюсь изучить вопрос, накопить опыт. И когда достаточно стану разбираться в этом, тогда, я думаю, и буду принимать решение. Используете вы какие-то, например, приложения на телефоне, специальные, которые вам сокращают время, какие-то чит-коды, вот такие маленькие? Мапстер. Это такая своеобразная ваша личная карта мира. Обычная карта, как тот же Google Map. Здесь те места, где я был, которые мне понравились, гостиницы, рестораны, то, что я хотел бы еще раз посетить, возможно. И поскольку я много путешествую, когда я где-нибудь оказываюсь за рубежом, мне достаточно просто открыть карту этого города в приложении. Я уже знаю, в какой гостинице я был, помню, понравилось мне оно или нет. Таким образом... А вы ставите какие-то отметки, вот, например, с пустивыми? Вы там были уже? Все эти отметки я поставил. Это места, где я был, они мне понравились. Допустим, если это ресторан, значит, мне там было вкусно. Если нет, я просто не стал бы его отмечать. Тут несколько ресторанов, которые вы показывали, и их владелец Аркадий Новиков. Это ресторатор номер один в России. Мы с ним записали песню совместную, мы читаем в рэп вместе. Какой город больше нравится, Москва или Питер? Вы знаете, лет 15 назад я бы четко ответил, что это Питер, а сейчас скорее Москва. Да, потому что это два разных лагеря. Во Франции то же самое. Париж или Марсель. Аплодируем громко, кто там подходит. Аплодируем, кто там подходит. Аплодируем, что вы приехали на эту местную форму, нашим показателям. Ну что, друзья, мы приехали на открытие 400-го магазина Ифраше. Здесь в Питере собралась огромная толпа. Знаете, раньше всегда, когда я слышал про миссию, мне казалось, что это все не очень важно. Но здесь, когда Брис начинает говорить о природе, об экономии, его невозможно остановить. Поэтому я понимаю, почему 400-й магазин открывается в России. И я понимаю, почему их 4000 уже по всему миру. Это действительно большая идея, которая заложена внутри этого продукта и внутри этого человека. Брис, спасибо большое. Спасибо большое, Брис. Создавайте, сразу закладывайте в свои компании вот эти большие ценности. И тогда компании станут вечными, они переживут вас и будет поколение за поколением. Давайте всем большого бизнеса. Пока. Короче, друзья, вы помните, в выпуске про бизнес-идеи нам пришло очень много заявок на франшизу школы Лансмана. Это школа, которая обучает, как сдать ЕГЭ. Пришло 167 заявок, которые удовлетворяют требованиям. 167 заявок на франшизу за 50 тысяч рублей. И мы сейчас между ними разыграем 5 франшиз. Вот я, короче, сейчас зашел в сервис random.org.ru, написал 167, это то число, которое у нас есть суммарно. Вот, от 1 до 167, это будут случайные числа. Я нажимаю кнопку сгенерировать. 47, первое число, 47, я поздравляю. Второе, 16, третье, 108, четвертое, 61 и пятое, 116. Все, ребята, это 5 победителей. Сейчас из Excel мы выберем, покажем вам. С вами свяжется представитель школы, я вас поздравляю. Начинайте свой путь как предприниматели, может быть, у кого-то это следующий бизнес, но это уже круто. Короче, поздравляю. Ваня, спасибо большое. Обращайтесь. Руки. Сервис руки рекомендую. Руки-базуки.